Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня мы разбираем вот эту кофточку от Вичин Дэн. Она очень, на самом деле, безумно простая, поэтому я попытаюсь по шагам вам объяснить всю последовательность вязания. И я уверена, что 99% из вас с легкостью справятся с этой кофточкой, потому что она на самом деле очень простая. Вот, независимо от вашей пряжи, спиц, вы, соответственно, определяете плотность вязания и первым делом определяете ширину своей изделия. То есть, меряете по уже готовому изделию, не по себе, а, допустим, по джемперу или по кофточке, ширину которой вы хотите у этого изделия. Вот, когда вы определили ширину изделия, вы по плотности вычисляете количество петель, вам нужное на эту пряжу, и набираете количество петель. Первым делом резинка, там где-то 5-6 см, резинка 1х1, вы вяжете. Петли сразу набирайте уже на готовую ширину, резинка там не стягивает ничего, она просто как, служит окончанием модели всю. Вот, далее переходите на основной узор, ссылка на который будет в описании под видео, подробное описание этого узора, и вяжете основным узором ровно. Ничего, никакой проймы, ничего. Единственное, что вы уже вверху делаете вот здесь вот скосы для плеча по 4 или по 5 петель, в зависимости от плотности толщины пряжи. Вот здесь вот этими ступенечками, незаконченными рядами, или закрываем мы по 3 или по 4 петли, я же говорю, в зависимости от пряжи. Здесь для горловины закрываем средние 10 см, ориентировочно, и далее по одной петле для скоса, 3-4 раза, не более. Этого достаточно для того, чтобы был вот этот вот вырез для горловины. Далее, когда мы связали спинку, я вам объясняю, как вязать, так, чтобы вам было легче считать. Поэтому, начинайте всегда вязать со спинки, вот определите ширину с длиной изделия, далее переходим к полочкам. Вот эту часть всех петель вы делите пополам и начинаете вязать полочки ровно по половине, как бы, ну, половина петель, которые вы использовали на спинку. Значит, точно так же резинка, так, еще здесь карман. Карман, как связать, тоже будет цельновязанный, как сделать, привязать его, вернее, под видео в описании, ссылка на видео подробная, как сделать этот карман. Единственное, что скажу, значит, вот вырез в этой кофточке где-то, вот когда вы свяжетесь в спинку, примерно посчитайте, сколько рядов в половине вязания. И вот в половине вязания начинайте делать вот этот скос для выреза. Здесь мы один раз в каждом четвертом ряду делаем упавки для вот этого, как бы, выреза V-образного. И до нужного размера, то есть, нужный размер как определяем. Вот здесь, допустим, если у вас на горловину ушло, допустим, 30 петель, то на одну полочку у вас уйдет 15. Вторые 15 у вас уйдут на вторую полочку, чтобы у вас совпали плечики, и все у вас красиво совпало. Соответственно, здесь тоже делаем скос для плеча. Я думаю, что с этим это умеют все. Кто не умеет, если уж совсем начинающий, сделайте ровно и ничего страшного не случится, абсолютно. Таким вот образом вяжем вторую полочку, точно так же, только в зеркальном отображении ввязываем карман в нее. И далее рукав. Рукав я делаю, как всегда обычно с рукавом. Почему я начинаю со спинки? Я беру спинку, складываю ее вот пополам, да, если у вас готовое полотно спинки. Да, и вместе с резинкой вот прикладываю руку и определяю, какой ширины я хочу карман. Вот я беру это готовое полотно, где я определила вот ширину своего кармана, видите, что говорю, рукава. И считаю количество петель здесь уже на готовом, как бы на готовой детали этой плотности, вот это по спинке я всегда, я всегда считаю так рукав. Поэтому всегда начинаю вязание со спинки, преимущественно. Вот, поэтому вот по спинке мы определяем ширину рукава и далее мы вяжем, здесь добавляем один раз в шестом ряду. В шестом ряду и вяжем до нужной нам длины. Тут даже ни ряды считать не нужно, ничего, просто вяжем до нужной нам длины. Далее здесь мы можем сделать тоже небольшой окат, чтобы лучше села деталь. Вот, для этого здесь тоже где-то укороченными рядами я вяжу и по 4 петли. Или закрываем в начале каждого ряда по 4 петли, пока петли не закончатся. Или незаконченными рядами вяжете, чтобы сделать вот этот окат. Опять же говорю, небольшой, совсем чуть-чуть, вот до 5 сантиметров и уже изделие сядет намного лучше. Далее сшиваем плечевые швы, вшиваем рукав, определяя половину от половины. Вперед, от половины, на спинку. Вот, далее сшиваем боковой швы вместе с рукавом и планка. Планку вяжем, потом мы ее не пришиваем, а привязываем. Как привязываем, тоже я оставлю видео в описании, как эту планку привязать. Вот именно так, чтобы она тоже хорошо улеглась и прекрасно смотрелась. Вот, планка достаточно широкая в этой модели. Там образец, который я вам дам ссылку, там поуже, вы набираете побольше петель. Петель 12, я так думаю, если даже не 14 на эту планку, чтобы сделать широкую, красивую, такую добротную планку. Вот, девчонки. В принципе, вообще ничего сложного. Я думаю, даже снимать этот мастер-класс не нужно. Вот такие простые вещи, достаточно вот таких вот кратких описаний. Всё. А на сегодня всё, девчоночки. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Я надеюсь, вам понравилось и вам всё было понятно. Свои мнения можете вы сказать под видео. Я все-все-все комментарии читаю. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok